Прежде всего, надо сказать, что искусственный интеллект – это абсолютно блистательный к настоящему моменту производитель творческого контента. Он рисует прекрасные картины. Я думаю, что это было, и у меня есть на то основание, когда на Кристис продали портрет Эдмонда де Белями, я даже запомнил фамилию. Картина была продана за 432 тысячи долларов на Кристис. Только что был аукцион, на который я иногда принимал участие. Там продали письмо Эйнштейна, в котором он написал, описывал товарищу, написал формулу «Е равно МЦ квадрат». Вы представляли, для коллекционеров это… Так вот, она ушла за 400 тысяч. А вот письмо… письмецо долларов. Портрет Эдмона де Белями, никогда не существовавшего в жизни, в котором придумал алгоритм. Это французские, кстати, разработчики искусственного интеллекта, такая арт-группа. И помните, там была комедия вот этого всего, что они создали алгоритм, который способен отличать картины, созданные искусственным интеллектом, от картины, созданные человеком. И заставили этот алгоритм сделать картину, которую, да, на базе всех огромное количество даты художественных произведений непосредственно этот искусственный интеллект через себя проработал. Но он не… как бы сказать… выиграли картины, которые сам искусственный интеллект не смог определить, как все созданы искусственным интеллектом. Понимаете? Вот. Поэтому кто мне скажет, что это не творчество и не что-то оригинальное. Вот. Значит, по живописи это вообще там просто черт знает что можно. Значит, второе – это музыка. Значит, по музыке просто огонь. Ну, то есть там Нирвана, новые песни, значит, и так далее. Вот. Я Нирвана послушал новую песню, но я, честно говоря, не был большим поклонником, поэтому… Ну, как-то мне показалось в «Песне и песне». Но, например, есть хит, он называется «Not easy». Этот хит продержался в Эпле, значит, в горячее десятое… в четвертое место. Он просидел там несколько недель. Значит, хит, созданный искусственным интеллектом, вот. И он реально… он офигенный. Вот. Просто я послушал, ну, можно ли смело, так сказать, делать себе плейлист. Вот. То есть в этом смысле – да. Дальше тексты. С текстами вроде бы как самая большая проблема. Искусственный интеллект уже давно пишет тексты. Он пишет статейки там и так далее, там и прочее. Значит, у него уже есть написанные романы. Эти романы, значит, их конкурсы бывают художественные, особенно у фантастов там и так далее. Куда ты присылаешь романы, не указываешь свою фамилию, чтобы у тебя не… Вот. Он даже там какое-то третье место умудрился занять, вот. Поэтому, значит, все это возможно. Но самое, конечно, главное – это вот прорыв, это GPT-3. Это вот новый алгоритм, который, ну, реально он на меня производит впечатление. То есть русифизированная версия GPT-3, вот. Она на меня произвела, конечно, суперсильное впечатление. И она генерит просто. Я попытался с ней вводить психологические тесты, вот. И она посмотрела на эти тесты и написала мне вот буквально пьеса с ролями, участниками, реакциями там и так далее. Я смотрел, думаю, господи, боже мой, это вообще… Ну, обычно говорят, GPT-3 написал про себя колонку в «Гардиан», чтобы его не боялись. Это правда такая колонка была опубликована год назад. Ну, неважно. В общем, да, я просто хотел сказать, что вот то, что мы двигаемся в этом направлении, это только начало всего еще. И это развивается сейчас очень быстро. И плюс еще кино, да. Понимаете, когда у вас есть музыка, когда ты можешь писать сценарий, когда ты можешь любого актера сделать. Причем можно заставить меня танцевать. Значит, я смотрел, как работает этот алгоритм. Это что-то, конечно, невообразимое. То есть вы берете просто фотографию человека, и алгоритм заставляет его танцевать все, что угодно. Вот мне интересно, что будет с тиктоком. Ну, ирония, но это правда. И дальше представьте, что у вас есть алгоритм, который может заставить вашего любимого… Вы можете одеть на этого актера, вы можете взять лицо этого актера, создать мимику этого актера, заставить его двигаться, как вам заблагорассуется, сыграть по сценарию, который вам заблагорассуется. А еще надеть это в 3D-очки, и чтобы ему постоянно смотрели в глаза и с ним коммуницировали, решая, так сказать, драматургию сюжета, который, вполне возможно, вот тоже скоро могут придумывать искусственный интеллект. Поэтому, если говорить о потенциале, он огромный. Значит, здесь вопрос, дальше возникает, что такое творчество, и я чем мучил своих участников этой дискуссии, этой панели, и почему это было воспринято с таким, мне кажется, интересом. Потому что, конечно, когда мы читаем художественное произведение, мы, хотим или не хотим, мы предполагаем автора. Когда мы слышим песню, мы предполагаем автора. Картина Ван Гога без Ван Гога превращается в масло на холсте. С Ван Гогом она превращается в совершенно другое. И не просто потому, что это коллекционно становится другая ценность, а потому, что сам личность Ван Гога вынесла в эту картину вот эту неотъемлемую составляющую. И персонажи, которые стоят, невозможно представить себе бесов без Достоевского, «Войны и мира» без Толстого. То есть их представить можно, но так искусство, предмет искусства является способом коммуникации между двумя людьми. То есть я коммуницирую с Толстым через «Войну и мир», я коммуницирую с Ван Гогом через «Ночь» или «Ботинки», или «Дом Варне», или как он там называется. И Ван Гог со мной через это коммуницирует. И искусство как средство коммуникации, музыка как средство коммуникации. «Мертвая нирвана», ну то есть созданный новый хит нирваны, созданный без нирваны. Без Кобейна, ну то есть в этом нету нерва, который необходим. И вот искусство, понять искусство как социальный контакт, это то, что, как мне кажется, мы должны сейчас переосмыслить, потому что это новый способ тогда коммуникации между людьми. И у нас получается, что мы отодвигаем в сторону все, что способен делать искусственный интеллект, для того, чтобы это работало для, ну просто для того, чтобы сделать жизнь красивее, сделать жизнь там ярче, там и так далее. Ну лучше, конечно, если музыку будут создавать с учетом моего, значит, ну то есть вот я буду идти, например, по аэропорту, и будет звучать у меня в ушах музыка, которая органично моему состоянию сейчас. Ну то есть вот в аэропорте есть два состояния, я знаю два, один, ты мчишься, там уже полный, все, конец. И вот, и там явно должно быть что-то такое. Вот, и есть это вот в ожидании год до, вот, и когда же, когда же, когда же оно посадит. И ваш мозг в этот момент находится в разном состоянии. Теперь представляем, что мы понимаем, что находится, маленькая небольшая таблетка здесь присаженная, вот, считывает, и вам туда же, вы получите, сообщает нужную музыку, там и так далее. И у вас хорошее настроение в связи с этим, или у вас повышается бодрость, вы бежите на рейс, и вам там дын-дын-дын-дын, погоня-погоня, вот, это вдали. Хотя, в общем, будем ли мы летать в этот момент, я уже вот задался вопросом, или мы просто оденем, сядем в капсулу и прилетим, так сказать, не вставая в свою капсулу, Ну, это другой разговор. Да, я про что рассказал? Я рассказывал про, про, про искусство, да, и наш, вот, искусственный интеллект может действительно сделать нашу жизнь очень яркой, очень сочной, очень адекватной нашему состоянию, более того, стимулирующей, да, потому что, если это будет интерактивно с учетом моего состояния, вот, то есть, меня будут, например, готовить ко сну, я буду заходить в свой дом, и там экраны будут создавать нужные, вот, это, сейчас белые ночи, все равно надо штор задергивать, я навижу, вот, сведят, лупят так, вот, а, ну, все такое будет, раз, теперь, раз, потом мильно включается, хорошо, нет, ладно, ну, не будет так, конечно, все будет плохо, вот, но мы разговариваем про успех. Вот, да, и, как средство коммуникации, а и само искусство даже сохранится как средство коммуникации, и в этом смысле, то, что я спрашивала, там, у Ильины Найшолера, то, о чем мы говорили с Дмитрием Альтерковым, с Ольгой Усковой, да, которая рассказывала про свой опыт в взаимодействии с Курехиным, с поп-механикой, там, и так далее, вот, все-таки, вот, искусство должно превратиться этим средством коммуникации между людьми и стать таким более артхаусным, да, менее, менее лакшери, потому что все лакшери можно будет, лакшери будет очень дешевое, потому что его будет дешево делать, а это должно быть, соответственно, что-то такое, вот, трогающее, потому что я знаю, что мне это сказал кто-то, а не просто так прозвучало, вот, и в этом смысле у нас была такая большая интересная дискуссия, я заканчиваю ее, высказал мысль, которую я прочитал, которая у меня была ключевая в докладе последней, есть такая конференция, AI Journey, значит, и на последнем, вот, мой доклад большой был, я, собственно, как это, привел, как мне кажется, достаточно убедительных аргументов для того, чтобы мы научились перестать думать про искусственный интеллект, как про искусственный интеллект, а стали думать про него, как про машинный интеллект, вот, машинный интеллект сильнее человеческого, вот, он в чем-то точно начнет нас превосходить, он сейчас превосходит нас в огромное количество вещей, скоро, после, такой был Джон Гуд, великий математик, он вместе с Тьюрингом, Аланом Тьюрингом, значит, с Энигму они расшифровывали, вот, в этом блинчном парке, и, а он сам был шахматистом, и они с Тьюрингом постоянно играли, и, ну, Алан как-то сказал, что шахматы ерунда, но вот, когда люди, человек проиграет машине в ГО, да, значит, будет, падет последний интеллектуальный рубеж человечества, вот, вот, в ГО мы проиграли 15 марта 2016 года, вот, я в своей книжке и в статье тогда в Сумнобе написал, запомните эту дату, это будет называться в учебниках истории Четвертой мировой войны битва при Сеуле, вот, это южнокорейский граспмейстер Йоси Доль впервые проиграл игру, где ключевое не объем расчетов, а стратегическое введение, вот, да, поэтому, значит, собственно говоря, надо мне, наверное, уже переходить к вопросу, в общем, а, да, я вот говорю, что нам надо понимать, что есть машинный интеллект и есть, вот, наш интеллект, и это вот как в резервацию, не в резервацию, а вот, когда мы в Америку приехали, не мы, а европейцы, вот, они приехали в Америку, посчитали всех психами, значит, и не психами, а недоразвитыми, и все поуничтожали, вот, уничтожали, как мы теперь понимаем, великую культуру, которую не могли понять, да, потому что, в общем, у них когнитивные искажения, о которых я рассказываю в курсе «Моск и бизнес», вот, да, когнитивные искажения, которые не позволили ему видеть инаковость этого, и проблема состоит в том, что если мы сейчас не создадим мембрану, как говорит Деннел Деннет, мне очень нравится его термин, но он использует это с точки зрения социальных институтов, но нам точно также нужна мембрана между, вот, сферой искусственного интеллекта и мембрана человеческой деятельности, да, потому что, в противном случае, мы все будем проигрывать недалек тот час, когда появится искусственный психотерапевт лучше, чем я, вот, и это будет прекрасно, вот, но все-таки дайте мне возможность продолжать оставаться мной, и вот это мы должны будем делать, пока как это делать, непонятно, и это самый главный вопрос, вот, потому что понятно, что технологически компании будут заинтересованы на том, если DreamWork, да, компании, которые производят супер-мега-прекрасные мультики, дадут технологию, которая позволит им вытеснить полностью художников, позволит ей полностью вытеснить сценаристов, там, и так далее, ну, скорее всего, она это сделает, вот, а наша задача как раз культивировать наши человеческие таланты и способности, потому что от нашей способности понимать искусство в значительной степени формируется возможность его развития и производства, вот, если мы будем терять способность видеть эстетическое, если мы потеряем эти культурные дискурсы, которые нам объясняют, что к чему, вот, то мы просто деградируем, там, падение будет такой чпок, и дальше эпоха Возрождения, вот, она отделяет полтора, не, ну, не полтора, ну, тысячу лет, тысячу лет, с 500-го где-то года, когда все пошло к чертовой матери, но какого-нибудь 1500-го, когда Мигель Анжело, Леонардо да Винчи, Рафаэль и прочая, Беттичелли и прочая компания сказала, давайте-ка попытаемся что-нибудь отрыть, вот, то есть у нас есть вот этот шанс, так сказать, барбарица.